здравствуйте уважаемые блогеры сегодня еще раз 17 апреля вот очередное послание премьера правительству сегодня прошло я послушал внимательно даже в твиттере сидели переписывались с депутатами кто был в это время в зале заседания государственной думы ну вообще конечно удручающее впечатление производится почему но вы знаете это собственно это был не доклад и не отчет там были веселые перлы типа мол в одних регионах дают жилье других не дает кто-то решает самые сами регионы говорила но это конечно глупости поэтому по большому счету это не доклад никакой целостной концепции такого нету никаких цифр не прозвучало он должен говорить о росте экономики о проблемах экономики программа которые так сказать разработаны правительстве по преодолению тех или проблем ну единственный вопрос вот космонавт Лишков задал о предстоящих паводках ну и тоже ответа никого не последовало и так далее ну завел обратно шарманку о борьбе с коррупцией ну в общем да то же самое ничего внятного сказано не было вообще вы знаете я хочу сказать что вот ну есть чем сравнивать да вот допустим скажем ну 90-е годы нет смысла сравнивать потому что это был развал всей системы управления ну косыгинские реформы да 65-61 год когда СССР третья пятая экономика в мире давала рост 8 процентов по какой причине свернули реформы косыгина сложно сказать потому что ну это тайна и это мне кажется игра разведок и так далее но тем не менее даже прибрежнее умирающим в 76-го года рост был 4 процента для третьей экономики в мире это в общем-то достаточно неплохо плюс социальные программы которые он нес ну и в мире там же пришли ультралибералы Тейчер, Рейган да так сказать спады в экономике и так далее ну и мы горбачевские реформы перестройка и практически спад экономики коллапс Ельцина когда фактически уже об экономике говорить то и не приходилось это было и мы жили вот до сих пор живем на советском остатке сегодня все основные фонды изношены сегодня даже при барреле нефти 120 они бюджет не верстают у них один процент роста и при том износе который сегодня происходит при той главной хаосе в том управлении которое сегодня мы наблюдаем как они будут выходить и сложить ситуации но откровенно говоря я не знаю потому что все очень плохо но ничего это не прозвучало ни одной программе внятный пример не сказал но на мой взгляд был пример тому как не нужно подходить докладу и что можно какие первые можно пускать с трибуны государственной думы и так далее причем он там говорил о плагиате списывания с трибуны премьера государственной думы это даже не вопрос об этом никто не говорит есть определенная нормативная база и задали но вот мы переживаем такой хаос управленческий как мы преодолеем я не знаю потому что так сказать ну как-то живем живем 90-е годы же как-то жили прошла приватизация практически остановлена была вся экономика 90 году почти не по одного отрасля не вышли до сих пор и что такое рост 1 процент в год это за 100 лет только мы удвоим потенциал это фактически не фактически это вечное отставание практически уже превращение в сырьевую страну во что мы и превратились поэтому когда он говорит что это это тенденция наметилась 40 лет еще при ссср это глупость даже в 90 год правами пятилетки там 40 процентов это были высокие технологии патировали импортировали санки из чипов и так далее проблемы были конечно всех в хозяйстве были надо было их решать и ну ни один частник ничего то не решить сегодня нужно создавать инфраструктуру села от этого нужно увеличивать инвестиции залезать в долги ну приводил пример что все сша там там 300 процентов где англии 90 процентов долг бюджета а у нас на 10 процентов буду показать непонимание того что происходит мировой экономики то есть нужно взять долги строить инфраструктуру присутствует село создавать перерабатывающих комплексы заново строить промышленность но этого не понимает по тот же монетарист снова говорит о необходимости таскать развитие экономики в этом ракурсе конечно это катастрофа катастрофа и самое страшное что выход из нее практически нету при этом правительстве вот такая ситуация спасибо ваш бессонов алексей борисович